Российские подводные охотники чаще всего используют ласты закрытого типа, это оправданно, но бывают моменты, когда необходимо использовать обувь, то есть боты в частности для дайвинга и соответственно ласты для дайвинга, потому что бывают места, где просто можно повредить ногу, если находиться или переходить или двигаться просто в носке. Да, одно дело, когда морские охотники выплывают на лодке и они просто падают в воду с лодки, нигде не перемещаясь, совершенно другое дело, когда нам приходится переходить длительное расстояние, охотиться в местах, где много мусора, стекол битых и тогда боты оправданы. Ну а как в этом случае поступить, ведь если нога одета в бот, то уже ни одни ласты закрытого типа калоши на ногу не налезут. Вот именно для этого мы пытаемся сейчас снять этот сюжет и сейчас мы отправляемся к Виталию Виноградову, который поможет нам в этом и подробно расскажет, как лучше всего сделать эту модернизацию. Вот у нас стоит задача сделать так, чтобы пласты подходили как на носочек, может быть даже и не очень толстый, так и на боты. Для этого мы должны сделать калошу, которая меняла свой объем, свой размер. В основном речь идет о том, чтобы ширину менять этот размер, потому как длины, как правило, хватает. Что для этого, какие варианты существуют? Можно разрезать лопасть, калошу вдоль и наклеить резинки, которые будут, мягкие резинки, которые будут гулять под ногой, под той или иной обувью. Вот, но для этого надо быть уверенным, что калоша у вас чисто резиновая, иначе к ней не приклеишь эту резину. Вот и второй вариант сделать шнуровкой. Вот как это я в свое время сделал на своих ластах длинных. Вот шнуровка, которая закрывается вот этой вот пластиной из тела. Вот это второй вариант. Мы пойдем по второму варианту. Будем делать разрезы под шнуровку. Вот для этого разрез нельзя оставлять на остром разрезе. Обязательно надо сделать отверстие в конце, чтобы не расходило, не разорвалось дальше. Для этого отверстие можно двумя опять же методами. Можно пробивать пробойником, но с резиной это очень сложно. Почему? Потому что она все равно гуляет резина. Вот, поэтому лучше высверливать. Вот я делаю таким образом. Вот провел линию, наметил где где у нас будет вот это отверстие. Подложил деревяшечку. Резину, когда пробиваете или просверливаете, обязательно с водой. А просверливается трубочками. Вот мы высверлили. Трубочка затачивается вот таким образом. Ею можно резать трубочки. Дальше мы будем использовать другую трубочку. Другого диаметра под шнуровку. Тоже остренькую. Разрежем-то мы потом. Сейчас пока наметим, где у нас будут отверстия под шнуровку. Ну понятно, что надо исходить из толщины резины и учитывать эту толщину, чтобы не разорвалась потом. все вращаться на футбол. То есть, теперь нам нужно смыть. вот я сначала сверли потом буду разрезать почему потому что пока не разрезал все это вся система жесткая у меня не будет ничего ползать закручиваться там разрезать девочки теперь можно разрезать загладить края немножко хотим для того чтобы край был не острый и меньше шансов было на разрыв вот для этого мы стачиваем этот острый край который получаете естественно сделали мы все эти положенные дырочки разрезы хотим проверить получится у нас вставить сюда ногу с ботом на боты одеты калоши довольно уверенно держится и не слетит ни при каких условиях наше модернизированные ласта после того как ласта прошнурована мы монтируем вот такую пластину из тезы ее закрепить можно по-разному значит я сделал таким образом виталий ванш делает здесь заклепки но это не принципиально смысл ее вот в чем то есть она закрывает шнуровку то есть когда вы проползаете по траве или корягам она не позволит веткам или травинкам зацепиться за шнурок и развязаться и так наша цель достигнута мы сделали калошу которую можно применять для носков разной толщины и для бот в частности цель достигнута поэтому желаю всем успехов до новых встреч